Нынешние кинематографы, нынешние призёры, они просто призёры. А у тебя в твоих фильмах какая идея была? В жизни не бывает ни добра, ни зла в чистом виде. Просто люди, которые оказались в хреновой ситуации. Добро, оно не победит. Добро выдумано людьми, и это очень хорошее изобретение. Ради этого хочется жить. И я трачу время, очень много времени, на то, чтобы улучшить сценарий. Если режиссёр не занимается уничтожением штампов, тогда это отсутствие режиссуры. Ты привык снимать немного в смену тебя, небольшие группы. А вот когда ты уехал в Питер на целых три месяца на съёмки «Замёрзший», на три месяца уехал? Семь месяцев. А, даже семь. По-моему, ещё и как будто три месяца было. Ладно. Вот ты был семь месяцев в Питере. С большой, огромной группой. Мне кажется, когда очень много людей контролировать сложнее. Ты один такой. И вообще, что там тебя больше удивляло? В работе с большими группами такими? Ну, я не заметил такого. Ещё и в таких адских холодных условиях. Нет, всё было на самом деле гораздо мягче, потому что всегда было где согреться. Ну, я привык на своих съёмках всё организовывать, у меня всё достаточно, происходить быстро. И на этих съёмках всё было очень быстро и организовано, поэтому я разницы не заметил. Вот. Я приобрёл новых друзей. Вот. А когда приобретаешь друзей, всё идёт весело, быстро. Самое главное – это найти друзей. Атмосфера на площадке. Классная, очень тёплая. Всё было холодно, но в группе тепло. Я понимаю, что ты чувствуешь. У вас горе. Кто-то умер. Чё, можно, да? Маньяки выглядят точно так же, как обычные люди. Абсолютно так же, как мы. Куда ты копаешь, а? Если о себе не думаешь, вон о ней хотя бы подумай. Назад отойди. От тебя не книжки, это жизнь. Ты понимаешь вообще своей башкой? Кто я такой? Убийца хочет тебя посадить. Я хочу тебе помочь. Я тебя никогда не обманывал. Чё ты такой, а? Какой? Сложно, ни один человек сказал, что месть – это не выход. Просто одинокому сложно. Почему ты так со мной и разговариваешь? Да потому что я не был 9 лет. Ты больной, и не никто. Тогда ты такой же слабак, как и твой отец. Если ты что-то о ней знаешь, скажи. Помоги-ка, блядь! Лиза! Джей, ты меня слышишь? Она долго не протянет. Я тебе не обману, правда. Мини, тебе больно меня или нет? Как ты попал в этот сериал? Как тебе поступило предложение, и почему ты решил себя попробовать сериал? Ну, это было, по-моему, летом 21-го года. И продюсер Ваня Самохвалов, продюсер «Среды», это такая, ну, одна из самых, наверное, ведущих компаний по производству сериалов, вот, они посмотрели «Черного-черного человека» и посчитали, что можно доверить, ну, вот, производству фильма с похожим жанром, жанром про полицейского, ну, условно, это нуар или неонуар, вот. Вот, и мне показалось, что предложение Вани, оно интересно тем, что там, ну, такой простор оперативный по стилистике и в атмосфере. Зима, Карелия, маньяк, то есть все слагаемые для неонуара. Сценарии прикольные. Очень привлекательные. Да, сценарии интересные. Вот, и самое главное, это то, что оператор Коля Богачев и продюсер Вани Самохвалов, они реально обеспечили именно творческую свободу. То есть это не тот случай, когда вот продюсеры давят и говорят, вот, сделай продукт, который... Мы хотим видеть. Ну, который, наверное, общепринят со всеми шаблонами коммерческого рынка и так далее. Нет, они хотели действительно что-то новое на рынке. Они хотели такое артовое кино, сделанное по всем законам большого кино. Вот, поэтому они обратились ко мне, а я, в принципе, не делал ничего коммерческого. Вот, это был очень смелый шаг с их стороны. Я надеюсь, я оправдал их риски, их цели, и мне было очень-очень приятно и вольготно работать в их команде, потому что там было много действительно свободы и много-много чего интересного, много чему я научился, в принципе. Не с точки зрения даже техники, а с точки зрения именно творческих каких-то методов. А вот ты всегда работал в арт-хаусном кино, и у тебя всегда были такие небольшие группы, с которыми ты снимал. А тут, получается, целый сериал, огромная группа вообще съемочная, актерская и так далее. Какие вообще особенности? Что тебе понравилось, а что нет? Ну, мне понравилось, что я не почувствовал какого-то дискомфорта при адаптации, потому что хоть и новая группа, но когда все профессионалы, нет в принципе большой разницы, потому что мы все говорим на одном языке, языке профессии, мы понимаем, что нам нужно делать, мы понимаем, какой хотим результат, и было много времени для подготовки. Мне кажется, для всех это был какой-то новый опыт, для команды немножечко, наверное, необычно было работать с режиссером, который привык делать авторское кино, для меня было необычно делать коммерческое кино, но в целом, ну, никого дискомфорта не было. То есть мне было так же вольготно, как и с моей командой. Я не почувствовал особой разницы, на самом деле. А если тебя еще раз позовут на сериал, пойдешь снимать? Ну, это зависит от множества факторов. Ну, допустим, если это будет проект, в котором есть такая же творческая свобода, которую обеспечивал Ваня, если это будет такая же интересная команда, и это будет интересный сценарий, и там будет возможность для апробации какого-то стиля. Ну, то есть очень много факторов. Все зависит от этого. А я вот заметила, когда смотрела «Замерзшие», что там снимался твой актер Максим Богомолов, который у тебя тоже играет. Получается, когда ты снимал этот сериал, ты какую-то команду с собой привез туда? Практически нет. Это единственный представитель, так сказать, каратаса. Да, вот-вот. Из каратаса перекочевал в Карелию. Да. Ну, так получилось, что, чисто случайно, оказалось, что максимум удобно по срокам быть там, сыграть там, в Карелии. И у него, ну, практически была, практически не было роли. Это был эпизод там в одной сцене. Но так случилось, что герой помощника, главного персонажа, Женя Рудина, ну, отсутствовал. Это был просто условный полицейский. Вот. И мы прописали чуть больше роли, потом чуть больше. И в итоге выяснилось, что у Максима Богомолова вместо одной смены целых пятнадцать. Ну, это произошло случайно. Ну, мне кажется, он хорошо справился. Он хорошо смотрелся в этой роли. Ну, Максим, он естественный. Он прошел школу каратаса, поэтому. А Костомукши, он выглядит как свой. Никакой разницы. У вас там, это, Акшаров вызывает. Я понял. Вот я когда смотрела «Замерзший», мне показалось, что это такая вот идеальная экранизация, я тебе уже говорила, идеальная экранизация снеговика Юн Несбё, надвежского писателя. Мне просто очень нравятся его работы, детективы. Это как бы у тебя получилось экранизировать его Несбё, не экранизируя Несбё. Как ты вообще относишься к творчеству этого писателя? Тебе нравится? Мне очень нравится его творчество, но я его прочитал недавно. Уже во время съёмок я взялся за «Снеговика», вот, к сожалению. Но мне понравилось, мне понравилось, и вообще я люблю скандинуар. Я люблю этот жанр, и мне кажется, этот жанр, он произрастает не из детективов, а, скорее всего, из их фольклора. Фольклор, вот этот вот холодный фольклор, где сама природа несёт смерть. Если ты зазевался на несколько минут, ты можешь просто умереть. То есть это такие условия невероятно непредсказуемые. Северные широты и тот же самый Карельский лес отошёл на 50 метров во время бурьи, и можно попрощаться, в принципе, со съёмочной группой. То есть всё очень непредсказуемо. И, конечно, в таких условиях, когда человек живёт там сотни лет, возникает фольклор, возникает некий жанр, где всё несёт опасность, где боги абсолютно непредсказуемы, где нет никакого чёткого водораздела морального, где добро, где зло, где всё это непонятно, ориентиры сбиты. И, конечно, в такой природе мог появиться такой жанр, как скандинуар. Поэтому я считаю, что это очень интересный жанр. И он очень схож с казахской мифологией, мне кажется. Потому что казахская погода, казахский климат, он такой же непредсказуемый к степи, такой же опасный. И, в принципе, наш фольклор, он такой же, такой же мрачный, суровый. Да. Ну, мы про героев поговорим позже. Да мне одна деталь ещё очень показалась интересной в сериале. Вот у главного героя, которого играет Артём Быстров, он всё время в этих женских очках там ходит, вот его жены, которая погибла. Я помню, вот мы с тобой, когда до этого разговаривали, я брала у тебя интервью год назад или два, ты мне рассказывала, что ты оставляешь своё камео, подпись, да, в фильмах, в эпизодах, где играл актёр Арслан Албаев, да? Акубаев. Да, Акубаев, да, точно, извиняюсь. Вот. Не было ли вот эта вот деталь тоже вот какой-то своеобразной твоей росписью? Ну, это не было так специально, но, наверное, несознательно. Какие-то такие метки оставляются. Но я помню, что эти очки, женские очки на брутальном следователе, они выглядели нелепо, но это именно то, что было нужно. И Артём Бустров, он влюбился в эту деталь, и он сказал, что это работает. А я доверяю его чутью. Вот мы пробовали на репетициях, и он сказал, это очень хорошо резонирует с внутренним состоянием героя. То есть это элемент некоего протеста персонажа. Ну, в общем... Но мне очень понравилось. Это выглядело здорово. Да. Нам с Артёмом тоже. Субтитры создавал DimaTorzok У тебя, получается, в последние полгода вышли две громкие премьеры. Это сериал, который вышел в декабре, и до этого вышел твой фильм «Голиаф», который был в прокате в казахстанских наших кинотеатрах. Так, в «Голиафе», да, я не буду там останавливаться на теме там месте, да, вот из-за всё, потому что мы всегда знаем, что произведение искусства сообщает нам больше, чем сам хотел сообщить автор. Мне такая там мысль показалась интересной в твоём фильме, в этом «Голиафе», что вот герой Берри Кайджанова, Арзу, да, вот примкнул к злу, чтобы победить его. Вот как ты думаешь, что сейчас вот время, мне кажется, таких двойных агентов, то есть сейчас в наше время вот чистое добро, оно не победит. Оно обязательно должно в себе нести ещё некое зло, то есть чтобы... И нужно обязательно примкнуть к злу, чтобы одержать победу. Как ты вот думаешь по поводу вот этой мысли двойных агентов? Я вообще всегда скептически, относился к морали, собственно, бинарной морали, когда всё условно можно поделить на чёрное, белое, на добро и зло. Это работает, наверное, примерно с того момента, когда были изобретены доминирующие ныне религии, но в жизни это не работает. В жизни не бывает ни добра, ни зла в чистом виде. Вот, поэтому мне кажется, то, о чём ты говоришь, это существовало всегда, но в какие-то периоды мировой истории человечество как будто бы отряхивается от пелены иллюзий и понимает, что они живут в мире природы, где царствует совершенно не мораль, а какая-то другая система. Вот, и, наверное, как все экзистенциалисты, я считаю, что добро выдумано людьми, и это очень хорошее изобретение, ради этого хочется жить. Но, к сожалению, природа не имеет такого понятия, как добро. Есть понятие выживания, есть понятие, ну, на мой взгляд, целесообразности, какой-то эволюции, не знаю, понятие, ну, для человека добро все, что дает жизнь. Вот, конкретно человеку. Ну, допустим, для какого-нибудь планктона, для которого человек несет смерть, для него сам человек это зло. Вот, такая вот относительность в этих видах жизни. Поэтому я считаю, что, ну, мы вынуждены жить в мире, где нам приходится выбирать какую-то позицию. Вот, мы выбрали позицию человека, априори, потому что мы живем, поэтому мы все соглашаемся, сходимся на том, что добро все, что несет жизнь. Вот, все, что отнимает жизнь, это зло. Но это только с точки зрения человека, мы судим антропоморфно. Вот, поэтому, что касается сюжетов, искусства и так далее, я считаю, что все, что выходит на уровень Шекспира, да, а Шекспир это абсолютно и моралистский автор, который вот выходит за пределы оценки добра и зла. У него главные герои просто люди, которые оказались, ну, грубо говоря, в хреновой ситуации. Макбет это герой, который оказался в хреновой ситуации. Он выплыл за пределы добра и зла, он где-то там не знаю где, и он вынужден как-то бороться с самой судьбой, с моралью и так далее. Вот, мне нравятся такие герои, мне нравятся такие ситуации. И Арзул, он как раз герой, который оказался в хреновой ситуации. Двойным агентом. Ну, можно и так, так, так его назвать, да. Ну, мне интересно, именно такие герои, которые оказались по ту сторону добра и зла. То есть, герои-трикстеры такие, да? Ну, может быть. Потому что, вот я почему это спрашиваю, что, например, даже по литературе, если судить, раньше были какие-то положительные герои, отрицательные герои и так далее, но потом появились герои-трикстеры, и вот трикстерство начало как-то оправдываться, литература его оправдала. Например, Андреев оправдал Иуду, когда написал Иуда Искариот, и мы сразу все поняли, что Христа предал Иуда, и у него были мотивы, на самом деле он его любил, и там появилось куча-куча причин, и мы начали сочувствовать Иуде. И любому такому же другому герою-трикстеру, который как-то примкнет к козлу, или как у Джоану Ролли в Гарри Поттере, она тоже оправдала Северуса Снейпа, сделала его таким великом мучеником волшебного мира. Вот такие герои, получается, тебе интересны. Арзум, мне кажется, примерно такой герой, который сделал такой выбор, что он должен был примкнуть к злу, чтобы его устранить. Я бы сказал, что я очень архаичен в своем творчестве. Я склоняюсь к эпосам, ну, допустим, героя Гомера, да, или героя фольклора, они же аморальны абсолютно. Ну, допустим, героя Ахиллеса, он говорит, вы не... он отказывается, допустим, выступить на стороне греков в какой-то момент, потому что просто не поделил награбленное. Он сказал, вы мне дали меньше долю, я не хочу больше быть за вас, я, наверное, подожду, пока вы не перебьете друг друга. Это в чистом виде герой Нуара. Герой Нуара это герой эпосов, ну, или Тарас Бульба, да, я тебя породил, я тебя убью. или герой Козакурпеш и Баян Сулу, герои древних казахских сказок, которые меняют по несколько женщин, могут запросто убить своего врага без всякого сожаления. То есть все эти персонажи были, все герои фольклора, эпосов, это примерно то, что сейчас модно. герои, у которых нет четко такой установленной морали, просто морали это всегда мода, что было модно. Которая служит добру, либо там... добро, наверное, есть некая незыблемая система координат, ну, допустим, даже в тех же самых эпосах есть понятие добра. Вот если герой спасает народ, это добро. И, в принципе, герой этим занимается. То есть, когда ты несешь жизнь другим людям, но при этом с точки зрения морали сейчас они для нас смотрятся архаично. Потому что мораль, ну, сегодня мораль, допустим, определенная. Она появилась в последние 20 лет, новая мораль, ее так, полно, называют. 20 лет назад это была другая мораль. И если копнуть еще, там, в 50-е годы была совершенно другая мораль. И так до бесконечности. Мораль меняется каждые 20 лет. И если художник будет гнаться за этой моралью, он рискует просто постареться через 20 лет, а может, через 5 лет, может, через год. Вот. Почему Шекспир, он, в принципе, вечный, да? Потому что он никогда не гнался за моралью. Его творчество, оно вне морали. Поэтому я считаю, что полагаться на мораль, это очень-очень опрометчиво. существует что-то вне морали, существует... Я говорил, что нет добра и зла. Я немножечко поспешил. Добро и зло есть, но оно не связано с моралью. Никак. Субтитры создавал DimaTorzok Вот я еще знаю, ты ведешь режиссерский курс, и у тебя мастер-классы есть различные. И на этих мастер-классах ты рассказываешь о том, вообще, как быть режиссером. И там у тебя есть одна такая мысль интересная, где ты говоришь, что прежде чем начинать заниматься режиссурой, вам нужно определиться с идеей, которую вы хотите нести в мир, в своих фильмах. Там приводишь примеры по поводу Джеймса Кэмерона, что это триумф человеческой воли в его фильмах, идея, которая идет во всех его фильмах. Либо у Ридли Скотта это «Потерянный солдат». А у тебя в твоих фильмах какая идея главная? Я никогда не анализировал самого себя, но я точно знаю, что мне интересно, когда герой чему-то сопротивляется. То есть, когда есть сопротивление чему-либо, даже бессмысленное сопротивление, тогда я понимаю, что мне интересен этот герой. То есть, когда есть столкновение чего-либо и какое-то неумолимое столкновение, в котором невозможен некий паритет, невозможен компромисс, тогда я понимаю, мне есть над чем работать, мне это интересно. То есть, ты фокусируешься на героях? Я фокусируюсь на сопротивлении. На сопротивлении. Да. Для меня самое главное сопротивление и даже не идея важная. В любом сопротивлении можно найти идеи. Это уже вопрос критиков, это уже вопрос драматургии, но для меня важнее даже сам факт сопротивления, наличие этого противостояния. Вот. Вот это для меня важнее всего. А вот я, знаешь, заметила в твоих фильмах многих твою вот такую идею, которая идет на протяжении очень многих фильмов. Она началась в риэлторе, была в строителях, была в хозяевах и в какой-то степени в ласковом безразличии мира. Это идея вот дома. Идея дома твоих героев. Почему у тебя в фильмах вот эта тема дома, она всегда такая вот? Ну, тема дома, она же вообще сакральная. По-моему, это важно для любого героя. Если ткнуть любого режиссера, того же Спилберга, можно найти краеугольный камень в том, что вот инопланетянин его хочет вернуться домой, и солдаты спасения рядового района хотят вернуться домой, или там «Поймай меня, если сможешь», герой хочет вернуться домой, который потерял. Я не знаю, даже фильм «Боевой конь», по-моему, да? Да. Конь, который хочет вернуться, собственно, домой. Вот. Поэтому начиная с Одиссея, все герои всегда хотят вернуться домой, которые потеряли. Это не только моя... Ну, а у тебя конкретно что это значит? Ну, для меня мне очень часто снится сон, в котором я пытаюсь найти дом, в котором жил 20 лет назад. Вот. И не могу его найти нигде. И это такой вот, наверное, мотив. может быть, это важно. У любого, наверное, человека есть место, когда он хочет вернуться. Вот. И, наверное, это прошлое, которое никогда не вернется. Мне кажется, то, что было полчаса назад, это уже стало прошлым, это уже стало элементом поэзии. Все, что было в прошлом, оно поэтично само по себе, вот это утраченное время. Вот. Поэтому дом, прошлое, это все поэтичное. То, что не вернется, это уже само по себе печально. Вот. И для меня, наверное, дом это есть прошлое, которое никогда не вернешь. Синдер. Оскам Синдер. Машиналарын бар. Балаларын шедел доу кейд. Уйлерін бар. Ал біз Себет мемлекетинде өмір сұрдік. Бәрінде таза ембегіміз бен табатын едік. Біз таза өмір сұрдік. Біз дышком кирч кавайт теткен жоқ. Жоғыра жықта көкілеріміз болған жоқ. Сендер жаз мемлекет күрдіңдар. Бәрін саттыңдар, бітірдіңдер. Ал біздің кезде олдай болған жоқ. Сендер жоқ. Жүрген түбірдік азыңдар. Саттыңдар. Еззіндер ме? Сендер нағыз саттың ійцзір. Ал? Осыңшын шейк. Я вот как-то смотрела интервью Демиена Шазела, который нам с тобой, тебе тоже нравится, и он рассказывал про свой фильм, который я люблю, и, по-моему, тебе он тоже нравится, «Одержимость», что это было не самовыражение, а самосожжение. Про какой свой фильм ты можешь сказать, что это было у тебя не самовыражение, а самосожжение, которое ты его снял и подумал, ну я вообще, он меня полностью сжег, этот фильм. Какой был этот фильм для тебя? У меня таких фильмов нет, если я правильно понимаю, что вот фильм... У меня есть некоторые предположения, но я сначала хочу тебя послушать. Да, у меня нет таких фильмов, в которых бы я, я не знаю, оголился, или там раскрыл самого себя. Я всегда очень серьезно абстрагируюсь, то есть у меня есть фильм, есть я, моя жизнь, это разные вещи, я никогда не снимаю автобиографичное кино. Есть, конечно, элементы, как у любого режиссера, я делаю что-то личное в условном сюжете. И вот у меня так, ну, наверное, где больше было личного, ну, может быть, «В бое от бая». это самый такой фильм, где очень много-много не меня, а элементов, связанных со мной. Вот. Да, наверное, «Бое от бая» – самый, самый личный фильм. Самый личный, самый искренний. Я тоже хотела по поводу «В бое от бая» сказать, что мне кажется, это такой был фильм, как такое, как «Самосожжение», которое можно назвать. Ну, это громко сказано, навряд ли это «Самосожжение», но такое, да, да. Во многом… Он был во многом о тебе. Ну, отчасти. Фрагментарно. Я имею в виду не прям там, что герой от бая – это ты, а вообще в целом. Идея, борьба вот этой, противостояние, как бы борьба с этим миром. Наверное, нелогичность, наверное, глупость поступков – это очень близко мне. Немотивированность. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ты, помимо того, что ты прекрасный режиссер, так еще и ты хороший драматург. Когда у тебя идет борьба внутри, внутренний драматург Адильхан и внутренний режиссер Адильхан, кого ты больше слушаешь? Потому что у тебя есть такие фильмы, и это, наверное, один из последних, где кинематографическое выразительное где-то уходит на второй план и больше выходит на первый план драматург Адильхан. Ну, это как обучение Адемоки, например, Штурм. На самом деле все очень-очень взаимосвязано. И по-настоящему хорошая режиссура там, где по-настоящему хорошая драматургия. Но я предпочитаю работать так. Когда я пишу сценарий, я сценарист. Я не думаю о режиссере. Когда я пишу, я думаю, это свалил все на режиссера. Пусть как хочет, так и придумывает. Как он снимет это без слов. Я просто проговорю все репликами, героями. Я сделаю так, как наоборот советуют не делать. Я не показываю, а рассказываю вербально, словами героев. И заканчиваю сценарий довольный, сдаю работу режиссеру. Когда я начинаю работать как режиссер, я в первую очередь матерю сценариста. Говорю, кто эту херню написал. Так герои не говорят. Я прошу актеров переделывать реплики. А еще лучше убирать реплики. И я трачу время, очень много времени на то, чтобы улучшить сценарий. Потому что так никто не пишет. Это очень плохо. В первую очередь я занимаюсь адаптацией сценария под площадку. И я хочу сделать сценарий лучше, чем он и есть. Иногда получается, иногда нет. Когда получается, тогда режиссер побеждает. Тогда получается фильм, в котором режиссера больше. Но иногда бывает так, что сценарист побеждает. Это потому, что режиссер не находит ничего лучше, чем просто снять как есть. Я ненавижу эти моменты. Но иногда бывает так, да. А это какие моменты для тебя? Какие фильмы ты мог бы сказать, что драматургически они у тебя просто восхитительны, а вот в режиссерской выразительности как-то немножко отстают, на твой взгляд? Ну, вот я считаю, что «Черный-черный человек», «Адмока» — это фильмы, в которых я все-таки прислушивался к сценаристу. Я все-таки уступил очень много рассказу. Но есть фильмы, в которых я просто игнорировал сценариста. Это такие фильмы, как, допустим, «Ночной Блохи» или «Чумово» или «Каратас». И это не есть хорошо. Там просто, наверное, идет все по конве образности. И эта образность, она не всегда спасает фильм. Но я понимаю так, что хорошее кино требует нарратива. И иногда, мне кажется, выпендрежник-режиссер должен уступить место сценаристу. Это просто необходимо. Ну, потому что элементарно бывает такое, что иногда просто нужно рассказать что-то, чтобы было понятно. Элементарно было понятно. Это так просто и это так важно иногда в современном кино, чтобы просто было ясно, что к чему. Но с другой точки зрения, конечно, не хватает мне иногда режиссуры. Я пересматриваю свои какие-то моменты, я думаю, я бы мог это сделать иначе. И это тоже предмет того, что нечем гордиться. Но иногда какие-то моменты я понимаю, что я сделал все как надо. И тогда я спокоен. Ну, допустим, я абсолютно уверен, что некоторые моменты в сценарии, они требуют какого-то иного подхода, какого-то отсутствия штампов. И тогда это режиссура. По сути, по большему счету, режиссура – это уничтожение штампов. Если режиссер не занимается уничтожением штампов, то тогда это отсутствие режиссуры. Сколько раз ты смотришь фильм, прежде чем понять, что вот он готов? Уже все, вот можно его выпускать, показывать, выпускать? Ну, очень много, очень много. И иногда это порядком выматывает. Ты теряешь вкус, перестаешь замечать очевидные вещи. Замуливается глаз. Да, и только потом, по прошествии года, двух лет, пересматриваешь и понимаешь, как же ты мог пропустить какую-то очевидную вещь. Неужели все так было тебе непонятно во время просмотра? Ну, вот, это такая вот… А много сколько это раз? Десять, двадцать? Больше. Больше? Конечно, больше. Ну, элементарно, чтобы я монтирую сразу после каждой смены, получается, там, средними снимаю десять смен, десять смен и десять раз я смотрю только во время съемочного периода. Дальше я пересматриваю еще раз сто, для того, чтобы понять, где отрезать кусочек, где, может быть, что-то взять дополнительное. И потом еще раз пятьдесят цветокоррекция, постпродаж и так далее. Ну, в целом, наверное, фильм подсматривается раз двести. Вот последний фильм «Носорог» ты снял в продюсерстве с Роднянским, да. Расскажи, как вообще это получилось? Как это сотрудничество ваше случилось? Мой продюсер Алия Миндугожина, Ольга Хлащева, они активно работают с поиском копродукции. И как-то так вышло, повезло, что Роднянского заинтересовал сценарий, заинтересовал сюжет. Ну, и, в принципе, мы таким образом сотрудничаем. Мне нравится с ним работать. Есть очень-очень много хороших замечаний по части художественности. И я учитываю много моментов, советов. Это очень помогает. Тебе понравилось с ним работать? Да, конечно, конечно. Это такой мастер и в плане драматургии, и в плане режиссуры. У него очень-очень точный взгляд. Очень понимающий в ремесле. Ну, редко такое бывает, что вы продюсер. Так хорошо разбирался, в принципе, в киноязыке. Это здорово. Мне тоже очень понравилась эта новость, что Роднянский обратил внимание вообще на казахстанский кинематограф, и в частности на наших авторских режиссеров. Покажи свои раскадровки, которые ты нам принес. Расскажи вообще, как ты, когда только создается фильм, я вот знаю, что ты раскадровки делаешь по сцене, в каждую сцену. Ну да. Рисуешь, да? Я знаю, что ты хорошо рисуешь, ты рассказываешь, что ты любил рисовать. Я плохо рисую. Рисовать и лепить фигурки. Вы сейчас все убедитесь. Ты рассказала, что ты... Ну, я видела, у тебя в инстаграме-то выкладывают, и фигурки лепишь такие, что ты, в принципе, любил рисовать с детства. Не, ну, раскадровки – это как писать черновики. Ты просто... Да, когда ты задумал фильм. То есть ты написал сценарий, а потом ты его покадрово раскладываешь, да? Конечно, конечно. Я вот сейчас покажу, как происходят черновые раскадровки, и покажу героизм второго режиссера, Маши, и героизм оператора, Яркенбека, которые понимали все, что я делал для Носорога. Все эти рисуночки. Это вот Носорог, который последний снимал. Да, да, это то, что я недавно завершил. Так, это одиннадцатая сцена. Это одиннадцатая сцена, да. Вот это вот движение – камеры на рельсах, вот это вправо, вот это влево, вот это вправо и так далее. Вот это – это уже на героя. Чуть-чуть повернута стрелка. Это важно понимать. Ну, кстати, понятно. Я это понимал, да, потому что вот от этого, от разницы этой стрелочки и этой… От разницы ракурса. Да, зависит длина звеньев теешки, зависит оптика и так далее. То есть это деньги, это смены, это люди, которых нужно позвать. Поэтому вот такие вот вещи нельзя было пропускать и Маше, и Иркенбеку. Вот, и они научились. Я это делаю очень спешно, очень быстро. Они сильно ругаются, когда смотрят на эти каракули? Они лучше меня понимают. Да? Они лучше меня понимают то, что я делаю. Ну, вот это, это же очевидно. Это Берри Кайджанов с пистолетом. Все понятно? Конечно. Это Берри Кайджанов с пистолетом? Конечно, да. Конечно. А мне показалось, как будто это Каспер в простыне. Иркенбек бы понял сразу. Хорошо. Вот это, это машина, а это силуэт актрис. Все понятно? Здесь понятно, да. Ну вот, в принципе, таким образом происходила вся работа. И раскадровки, как сценарий, происходят несколько этапов. То есть, есть черновой драфт, самый первый, который делается во время препродакшена. Потом мы делаем раскадровки, уже обсуждая всей группой. Потом я делаю контрольный еще раз, мы утверждаем еще раз. А потом еще четвертый раз мы делаем раскадровки буквально за день перед сменой. То есть, четыре этапа раскадровок обычно. Сколько блокнотов у тебя уходит на раскадровки? Ну, весь этот блокнот обычно... Это один фильм? Да, это один фильм. Один блокнот, один фильм? Да, ну, 30 драфтов сценария и один блокнот с раскадровок. Прекрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот теперь я точно доказал всем, что я профессионал. У меня нет такого фильма, потому что все равно остаются вопросы. Особенность ли это режиссерская или это просто он не умеет снимать? То есть это его видение или это он просто не может нормально? И я считаю, что это легитимный вопрос. Почему? Потому что иногда, мне кажется, я просто не могу снять так, как того требует стандарт. То есть мне отчаянно хочется быть понятым, принятым зрителем. Но в какой-то момент я думаю, так, здесь будут эти женские очки на брутальном следователе. Я обязательно их сделаю. И я не могу иначе. Но как бы потом уже возникает вопрос. А он, этот режиссер, он снял очки на героя? Он их надел? Это потому что это особенность? Или это потому что он недееспособный как режиссер? То есть возникают такие вопросы, которые для меня не празднуют совершенно. И вот я всю жизнь вынужден жить с этими вопросами. Поэтому я постоянно должен доказывать всем, что я не самозванец. Что я как бы могу называться режиссером. Ну смотри, ты же вот видишь фильмы, которые участвуют в тех или иных кинофестивалях, в тех же Каннах или Венестре. Ничего не доказывают, абсолютно. Я имею в виду в том плане, что ты видишь эти фильмы, и ты видишь, что они, например, откровенно плохие бывают. И ты же как бы так объективно понимаешь, что там твой фильм, он, например, лучше, чем вот этот. Нет. Нет. У тебя нет этого ощущения? Нет, это, понимаешь, это как, ну допустим, это как запах лука, да, изо рта. Вот ты поел что-то с луком, и ты сам его уже через пять минут не ощущаешь, этого запаха не слышишь. Все другие его слышат. Поэтому все, что сделал ты, так сказать, произвел, для тебя это кажется классным. Вот. И для других это может казаться совершенно не классным. Это нормально. Это такой фактор восприятия. То же самое, я просто не хочу попасть в ловушку, в которую попадают многие режиссеры, авторы, которые считают, что вот без изъяна все, что они делают, это же круто, это же где-то там наградили, это совершенно не факт. Вот, поэтому вполне вероятно, что я могу снять очки, которые ношу я, и все окажется в другом свете. Вот, поэтому я готов к любому развитию событий. И, ну, я стараюсь быть объективным. Ну, есть же какие-то вот объективные причины, опять-таки, да, по оценке фильмов, там, да, что является искусством, а что нет, например. Ну, а что? Например, если возьмем даже победителей последних лет Каннского и Венецианского кинофестиваля. Ну, это кто у нас? Титан, события, да, там, паразиты, кто там еще был? Ну, есть, допустим, тот же Титан, его наградили там главным призом, по рейтингу зрителей он в аутсайдерах, да? Где, где вот этот вот, где этот гамбургский счет, по которому можно судить, удался фильм или нет? Ну, есть, там, допустим, Билли Аугуст, да, режиссер, который дважды получал «Золотую пальму». Верь, Оскар получал дважды и был в какое-то время уже при жизни наречен классиком. Но о нем особо никто не знает, и зрители его какое-то время любили, а сейчас он не фигурирует в зрительских списках. Поэтому трудно судить, дают ли призы тебе место в пантеоне там великих. Или удался фильм, ну, первые дни рейтинг может быть невероятный, потом он падает. Или наоборот, по выходу там в «Нечто» Джона Карпентера были очень плохие рейтинги, фильм провалился, сразу вышел видеопрокат. А сейчас он в топах. Ну, «Нечто» — это прекрасный кидал. Да, но когда он вышел в 82-м году, так не считали зрители. Вот, в тот же год вышел «Инопланетянин» Спилберга. Вот, это был топовый фильм. Это был фильм, который... Ну, мы знаем, что вообще «Кассовые сборы» — это вообще не показатели качества фильма. А тогда что показатели? Показатели — это когда, не знаю, у тебя оценивают профессионалы, там, кинопринтики, киноведы, там, те же коллеги подсветки. Они тоже ошибаются. Они тоже ошибаются очень часто. Ну, как бы... Ну, нечто, например, вот в списке, как бы, самых... Ну, «Сияние» выдвинули на «Золотую малину» как худшего режиссера за худший саундтрек, худшую актрису «Сияние», который сейчас номер один в списке лучших триллеров. Поэтому, ну, это критики. Критики его признали худшим. Полина Кейл называла Ридли Скотта худшим режиссером. И как вообще определить, хороший фильм или нет? Когда начинаешь думать над этим, ты признанный или не признанный? Ты понимаешь, что вообще нет этого критерия, и все настолько относительно, что ты не можешь понять вообще, ты умеешь что-то или не умеешь? Это большой вопрос. В таких случаях нужно быть как Гай Ричи, говорить, что я прекрасен. И я снимаю прекрасное кино. Ну, я по поводу себя так не могу считать. Единственное, что для меня критерий, если ты продолжаешь снимать, наверное, кто-то тебе еще продолжает доверять. Ну вот, если ты продолжаешь снимать, значит, это хорошо. Если ты прекратил снимать, наверное, это плохо. Вот единственный мой критерий. А вот был кинофестиваль, недавно он прошел, слово новое называется, в Черногории. Может, ты про него слышал. Там как раз я смотрела один круглый стол, они там обсуждали вообще, какое произведение сейчас, на данный момент, описывает то, что происходит сейчас в мире, да, вообще со всеми нами. Вот мне эта идея показалась интересной. Вот ты как думаешь вообще, какое сейчас произведение или фильм описывает то, что происходит в мире? Ну, я неустанно обращаюсь к творчеству Шекспира. Я считаю, что Шекспир – это лучший бытописатель всех диктаторов мира. Он лучше всех описывал королей, царей, политику и мировую историю. Я считаю, что король Лир – это про нас, я считаю, что Макбет – это про современность. Я считаю, что на наших глазах наблюдается трагедия Макбета. И конец Макбета, он очевиден, мы знаем, как он кончит, но все к этому идет. А если не про Шекспир? Шекспир, понятно, мы все его любим и всегда к нему... Современный фильм? Любой. Любой? Что тебе вообще напоминает? Крестный отец. Крестный отец хорошо описывает ход мировой истории сейчас. Первый. И первый, и второй, и третий. Все. Ну, вообще все герои, которые плохо кончают. Мы с тобой заговорили по поводу победителей последних лет кинофестивалей, различных в кинофестивале класса. Я знаю, что ты еще и прекрасный кинокритик. Я читаю иногда твои рецензии, да, к фильму. Вот ты писал на землю кочевников, Хлои Джао, рецензию в одно иностранное издание, помнишь, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. То есть у тебя, в принципе, это вообще тоже хорошо получается. Давай попробуем вообще проанализировать, что ты думаешь об этих победителях последних лет кинофестивалей. А напомни, пожалуйста. Вот я сейчас сказала, событие был фильм про девушку-француженку, которая не могла сделать аборт в какие-то начале 90-х или каких-то там годов. Ну, такая обычная история, там было запрещено законодательно. Это очень напоминает фильм «Румынская новая волна». Да, то есть там, на самом деле, такая история, так скажем. Потом еще критики про него говорили, что события, которого не было, да. То есть это фильм, который наградили непонятно за что. «Титан» вот был тоже очень такой скандальный, громкий победитель, который разделил, по-моему, мир на вообще два лагеря. Жюли Дюкарно разделил на два лагеря. Там кто-то говорил, что это бесвкусица, это просто кошмар, победила дурновкусие, а кто-то был в полном восторге от этого фильма. Я была в лагере первых. Кто считает, что этот фильм полный дурновкусие. А потом были «Паразиты», по-моему, началось «Паразитов» как раз с «Триумфа». Даже, наверное, с «Джокера» это началось, когда наградили по кинокомиксу историю, когда он выиграл в Венеции. Ну... Я как-то давно уже не считаю. Ну, вот «Землю кочевников» награждали тоже, кстати. Это в 2019-м, по-моему, было. Ну, что такое призы и фестивали? Вот когда-то, до определенного времени, может быть, до нулевых годов, фестивалей, они действительно, особенно Каннский фестиваль, ну, как-то они идентифицировали, наверное, какое-то направление, задавали моду на киноязык. И точно было известно, что вот если победил, там, фильм «Триера», мы понимаем, что эта мода на его киноязык, она будет в ближайшие, там, два-три года. Или если побеждает побеждает братья Дардены, то это ознаменование новой тенденции. То есть фильмы действительно диктовали какой-то новый киноязык. И это были такие иногда радикальные вещи в плане языка, иногда консервативные, но в любом случае это было что-то новое и что-то тенденциозное. Вот, нынешний кинематограф, нынешние призеры, они просто призеры. Они никак не влияют на повестку, никак не влияют на киноязык, который происходит в мире. И я не знаю, почему. Я не знаю, почему, но ни Титан никак не повлиял на тенденцию этого года, ни Джокер никак не повлиял в плане киноязыка на последующие фильмы. И я не думаю, что фильмы этого года как-то повлияют на повестку. то есть фестивали перестали быть модными. Они перестали задавать моду. И я думаю, это связано с тем, что вообще как таковой институт фестивалей, он не то, чтобы погиб, но он немножечко перестал выполнять свою главную функцию популяризировать кинематограф. Потому что допустим в 50-м году зритель нигде бы не смог посмотреть условно Росимон, кроме Венеции. Куросав. Да. И благодаря фестивалю, потому что вот кто-то вытащил откуда-то из Токио эту копию привез, показал, все увидели. И считалось модным, что если ты пошел на фестиваль, ты в числе избранных, ты увидел фильм какого-то неизвестного Куросавы. И ты можешь взять копию, выпросить, повезти там в свой Турин или в свою Алмату и показать этого режиссера. И кроме фестиваля никто больше нигде не мог увидеть этот фильм. То есть в фестивале выполняли роль такой вот цепочки жизненно необходимой, которая продвигала моду и тенденции нового кино. Сейчас в фестивале они выполняют абсолютно противоположную роль. Почему? Потому что вот есть интернет, есть абсолютно свободная возможность увидеть этот фильм. Но фестиваль накладывает право вето на то, чтобы этот фильм нигде не увидели до премьеры. Вот до премьеры в Каннахе или Венеции мы никогда не увидим этот фильм. И после этого фильма, может быть, через год нам повезет, ли мы его увидим. Допустим, что делают стриминги? Стриминги выполняют роль, которую раньше выполняли фестивали. Вот я могу увидеть там, допустим, сразу на стримах фильм «Пиноккио». И это благодаря Нетфликсу. Я увижу его первым. Я за это благодарен Нетфликсу, я за это благодарен стримингам. Они выполняют то, что раньше делали фестивали. И поэтому возникает такой вопрос. Вопрос о перспективах. За кем будущее? За фестивалями, которые уже не выполняют совершенно свою роль популяризации кино? Или за стримами, которые популяризируют кино, как это делали раньше 50-е годы фестиваля? Конечно, стримы. Поэтому я считаю, что победители фестивалей сейчас никак не определяют моду на кинезы. Сейчас моду и все тенденции на кино, на киноязык будут определять стриминги. Может быть, они еще не определяют, но когда-нибудь дойдет до этого. Я люблю фестивали. Фестивали помогают таким маленьким авторам, как я, найти своего зрителя. Они создают пиар, рекламу и так далее. Это все очень круто. Там целая цепочка, дистрибьюторы, агенты и так далее. Но, к сожалению, с точки зрения мировой истории фестивали это либо прошлое, либо они должны как-то подстроиться под стриминги. И вот это противостояние Netflix и Cannes, мы видим, к чему это привело. Netflix абсолютный победитель, Cannes вынуждены признать поражение. Фильмы Netflix уже вовсю номинируются на Оскар и побеждают. Ну, конечно, они пытались остановить ход мировой истории, а мы видим, что это плохо кончается. По поводу роли кинофестивалей, да, это правда, я согласна с тобой, потому что, например, на примере, если взять того же Курасава и Росимеона, что раньше, например, японское кино существовало само по себе, никто вообще, Европа, Америка не знала вообще, что там происходит, но как только в Венеции показали Курасаву, все сразу же заинтересовались японским кино и узнали, что, оказывается, есть азиатское кино, там, китайское, корейское и так далее. И сразу же такой большой интерес пошел к этой индустрии азиатской. Как бы роль свою выполнил кинофестиваль. Думаю, да, вопрос, какую роль сейчас будут выполнять фестиваль, это открыт вопрос. КОНЕЦ 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 По поводу работы с актерами, да, уже многие тебя об этом и спрашивали, и говорили, да, тебе, как вообще, насколько потрясающе ты играешь с, вообще, играешь, работаешь с актерами, ну, и играешь, наверное, тоже. Вот роль Берри Кайджана в автономфильме Голиаф. Он был и в штурме великолепен тоже, но вот в Голиафе, мне кажется, это вообще лучшая роль его в карьере, вообще во все фильмы, за которые он снялся, там, я не знаю, их можно вообще полностью вычеркивать, вот оставлять вот эту его роль Арзу, просто великолепно сыгранную. И то же самое я бы хотела сказать и про Быстрова в «Замерзших», да, вот я Быстрова видела много где, на самом деле, он и еще и театральный актер, он и в «Дуракеда», вот у Быкова был тоже прекрасный, но вот в «Замерзших», вот я не знаю, вот по мне это тоже его лучшая роль, то же самое случилось и с Алшиновым, да, с Даниаром Алшиновым, вообще, что ты с ними делаешь? Расскажи. Ты их пытаешь где-то в подвале, что ты с ними делаешь? Нет, я думаю, это просто, все, что я делаю, это выбирает талантливых актеров, это единственная, единственная моя заслуга, и еще я даю им свободу, свободу самовыражения, то есть это такие, это гениальные актеры, которые за какое-то время, за длительное время не могли, наверное, найти выхлопа своему таланту, он у них аккумулируется, он ищет своего выхода, но они, наверное, заложники, может быть, своих звездных амплуа, может быть, с ними продюсеры не рискуют давать какие-то вот совершенно экстремальные роли, вот, а я подхожу к ним и говорю, вот у вас будет роль, в которой вы можете все, не нужно оглядываться, не нужно стеснять себя, давайте будем говорить о мотивации, давайте будем говорить о том, что внутри происходит у этого героя, и они делают то, что умеют, и то, что в них накопилось, и это здорово, поэтому моя заслуга в том, что я даю свободу, и в том, что я их выбираю. Я думаю, что свободу дают, наверное, многие режиссеры, но почему именно у тебя? Они играют свои лучшие роли. Дело только в свободе или в чем-то еще, может, подход какой-то? Ну, я не знаю, лучше или нет, ну, я, конечно, хочу в это верить, но я думаю, что дело все-таки в свободе, потому что не все режиссеры дают свободу актерам. Это вот, да, это факт. Даже авторский? Да, потому что иногда режиссер, он боится отклониться от сценария, боится отклониться от своей задумки. Он держит свою задумку как хрустальный, я не знаю, шарик, который может разбиться от неосторожного обрещения. И вот он очень напуган, он держит его возле себя, отпугивает актеров от этого замысла и хочет пронести, донести его через весь фильм до монтажного стола. А на монтажном столе оказывается, что этого замысла не было никогда. Такое тоже бывает. Поэтому замыслом нужно делиться. Замысел — это не хрустальный шарик. Замысел, по мне, это железобетонный шар. настоящий замысел, который трудно поднять одному. Его нужно поднимать вдвоем, втроем. И чем крепче он, тем он лучше. Его можно бить, пинать, бросать по всяким углам, проверять на крепость новыми сценами, проверять на крепость разным исполнением. Если он выдержал все, значит, это реальный замысел. Значит, он был. Потому что настоящий замысел, его не убьешь ничем. Настоящую структуру сценарную ничем не убьешь. Какая-то вот свободная игра актера, она не может убить замысел. Если режиссер жалуется, что вот вольное исполнение, вольная трактовка актера уничтожила его замысел, значит, проблема была в его замысле. Значит, все дело в свободе. Да, я думаю, да. Значит, нет никакой тайны, что ты их держишь в подвале где-нибудь и бьешь. Это частности. Иногда бывает и так. Как это делал Алехандр Ходоровский со своими актерами. Да, он так делал? Да. Когда Крот снимал. Мне кажется, это все мифы, легенды. Что-то неправда. Ну, конечно. Эх, я надеялась услышать, что ты сейчас скажешь, да, я запираю их в подвале, издеваюсь над ними, а потом они так великолепно играют. методы разные бывают, у меня другие. Как ты думаешь, какой у тебя новый этап начался в творчестве, из какого фильма? Когда у тебя начал меняться стиль? Наверное, возможно, ласковое безразличие мира, потому что я там стал больше уделять внимание актерам и нарративам. Вот. Стал отходить от условности. Наверное, там где-то лежит водораздел. я в каждом фильме хочу начать что-то новое, но потом уже... Ты думаешь, с ласкового безразличия мира началось? Да, мне кажется, такой вектор пошел более сюжета центристский. А как ты думаешь, за что можно любить твои фильмы и не любить? По одной и той же причине? Нет, по-разному. Любить за что можно? Ну, я думаю, что и любить, и не любить можно по одной причине. По какой? Ну, за необычность, скорее всего. То есть недостаток в том, что эту необычность можно принимать как что-то, что-то сырое и непрофессиональное, а если кому-то нравится, он может это воспринимать как оригинальность. Я вот когда читаю комментарии под твоими фильмами в сети, которые есть в открытом доступе, там в основном зрители спрашивают часто такой задаваемый вопрос, почему Ержанов постоянно снимает про ментов? Да, да? Да. Почему всегда произвол вот этот беззаконие? На самом деле я в детстве мечтал стать либо режиссером, либо следователем. Не знаю почему. Почему? У тебя хотелось справедливости навести? Нет, вообще нет. Я даже в детстве не считал работу следователя романтичной. Мне нравилось, вот я смотрел по телевизору, что мент всегда за кем-то гонится, он всегда нарушает сам законы, весь растрепанный и всегда у него какой-то полный швах в личной жизни. Чем ты занят всегда? Да, мне это нравилось, я всегда думал, круто живет. Не скучная жизнь? Да, следователи это то, что нужно для кино, и я хотел либо снимать про них, либо быть полицейским, но для полицейского я не гожусь по многим параметрам, поэтому я стал режиссером. Очень самократично. И второй такой популярный вопрос, наверное, это в основном у женской половины человечества, что почему у Ержанова всегда такие угнетенные женщины, уставшие от жизни? Да? Твои женские персонажи. У меня и мужчины не лучше, тоже угнетенные. Ну, на их фоне женщины еще хуже. Да? Мне кажется, наоборот, женские героини у меня более честные, всегда более... В них больше совести, какого-то стержня. Мне кажется, женские героини у меня всегда лучше. Мне тоже нравятся твои женские героини, несмотря на то, что у тебя всегда мужчина главнее главных героев, потом женщина, но вот что мы ответим таким вот комментаторам, чтобы они понимали, что угнетенные женщины? Ну, это будет очень странно, если на фоне мужских героев, которые всегда в каком-то этом появляются героини, у которых все хорошо. Люди будут из разных миров. Поэтому дело не в том, что именно героини вот такие мрачные. Дело, наверное, в общей концепции каждого фильма. Ну, такой жанр в жанре нуар женщина всегда роковая. Женщина всегда как бы в итоге стреляет последней. Да, согласен. Мне очень нравится яркая героиня Александра Ревенко в штурме. Очень прекрасная. И Боя-Доя тоже. Хорошая героиня. женская героиня. Мне всегда везло на актрисах. Они очень ну так же, как и на актерах. Они у меня талантливые. И грамоти лимон. У вы в в в вы в в Продолжение следует... Продолжение следует... Родина — это и есть твоя судьба, это не пустые слова, это реально так. Это просто физически так. То есть здесь нет никакой патетики. Что будет на твоей родине, то будет и с тобой неминуемо. Все планы корректируются от ситуации в твоей стране. Поэтому ты целиком и полностью зависишь от своей страны. Потому что там и твои друзья, там твоя работа. Это я понял очень отчетливо. А первая мысль твоя была, когда ты был оторван от страны, вообще от друзей, ни с кем не созвониться, ничего не узнать? Ну, это такой апокалипсис, конечно. Это страшные часы. Расскажи про свои личные итоги года. Вообще мы сейчас в конце года встречаемся с тобой. Вообще, каким этот год был для тебя? Ну, я за этот год сделал два проекта. Это замерзший, закончил. Начинал в 21-м, закончил в начале 22-го. И я снял Голиаф, ого Голиаф, Носрога. Все. Вот два моих проекта за год. И срок выйдет в следующем году, я надеюсь. Вот. Ну что, я не знаю, куда я движусь. Прогрессирую или регрессирую. Это уже скажут другие. Я стараюсь делать, что могу. А если получится, что-то лучше, чем я могу. Но время покажет. Учитывая твою плодовитость, два фильма в год, это для тебя мало, да? Ты снимал и больше. Бывали времена? Да нет, два это нормально в среднем. Нормально? Да. А было же, по-моему, четыре как-то в один год. Я не помню. Наверное, это что-то переходящее. Сколько в год. Ну, в среднем два, я считаю, это нормально. Ну, учитывая, что один был крупный проект, сериал, а один фильм, да, это даже отлично. Ну, теоретически можно и больше, но есть моменты, связанные со сценарием. Их нужно дорабатывать. Ты что-нибудь загадываешь на 2023? Нет, нет, просто думаю снимать, и снимать, и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok